Послание к Римлянам, 10 глава, говорит об иудеях и говорит, что невозможно угодить Богу, невозможно исполнить закон. Автор ссылается на Моисея, Второзаконие, 30 глава, говоря, что возможно соблюдать закон веры, но невозможно исполнить закон. Закон говорит, если хочешь быть праведным, ты должен быть всегда прав. Новый Завет говорит, если хочешь быть праведным, тебе нужно поверить. Здорово, правда? Если хочешь быть правым, поверь. Закон говорит, что если хочешь быть праведным, тебе нужно быть правым. Иудеи постоянно искали знамения. Павел хочет привлечь их внимание к Слову Божьему и учению Библии в их душе. Он возвращается к Посланию Благодати. Мы уже покрыли первые четыре стиха. Давайте прочтем третий стих. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Они пытались установить личные стандарты праведности и быть постоянными в них. Они не покорились праведности Божьей. Не были послушны. Не встали под Божью праведность. Это истина о них. Не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить арест активного залога неопределенной формы глагола. У них была цель жить перед Богом. Это неопределенная форма глагола. Они постоянно производили действия установления собственной праведности, приняв решение в отношении этого. Они не покорялись праведности Божией. Не покорялись арест пассивного залога изъявительного наклонения. Они не принимали над собою действия подчинения Богу. Другими словами, если мы хотим покориться Божьей праведности, мы должны принять благодать и милость. Это пассивный залог, когда объект принимает действия. Они не приняли действия Божьей силы, но решили не покоряться и не принимать благодать, чтобы наслаждаться Его праведностью. Четвертый стих. Потому что конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Христос пришел, чтобы исполнить закон и положить Ему конец. Он не пришел разрушить закон, но исполнить его. Он есть наша праведность. Он исполнил закон внутри нас. Закон не мог найти погрешности в нем. Очень важно понимать, что мы живем вне закона. Вне дел закона. Мы говорили вчера на занятии, что большинство людей имеют проблемы, потому что они стараются сделать что-то сами. Они пытаются решить свои проблемы воплоте. Они пытаются отстаивать свои права на это, продолжая делать эти вещи. Это супердуховные люди, законники. Они надменны и горды. Верующие пытаются сделать что-то, что успокоит его совесть. Мы сказали вчера, что если мы знаем, что правильно, и не делаем, это грех. Мы всегда делаем неправильные вещи. Это приносит нам всякие проблемы. В браке люди могут подумать. Например, жена думает, что у нее ничего не получается в определенных областях. Муж видит, что она не умеет готовить. И так далее. Он не понимает, что каждый человек возрастает. Если он будет задевать ее в этих областях, у них никогда не будет единства и мира. Закон был большим критиком. Он не мог найти погрешности в Иисусе. Но он критиковал всех. Сегодня мы можем встретить людей, имеющих дух закона, который критикует всех. Например, у меня есть улучшения в определенных областях из-за Божьей благодати и Божьих даров. У вас есть улучшения в определенных областях. Я должен всегда почитать вас в областях вашего возрастания. Я никогда не соревнуюсь с вами. Я принимаю от вас, ценю вас. Я благословен вами. С другой стороны, есть определенные области моего возрастания. Кстати, человек, в жизни которого происходят улучшения, не лучше того, у кого нет улучшений. Например, лидер не лучше, чем его последователи. Из-за того, что он лидер. Служитель больше всех. Последние будут первыми. Малейшие будут великими. Лидер не больше всех. Просто у него есть дар лидерства. Наша страна нуждается в людях, о которых говорит Иисус в Иоанна 12 глава 26-27 стих. «Кто следует за Мной и будет Моим служителем, с тем у Меня будет общение». Нам нужно обучиться следованию в общении. Мы должны обучиться в нашем следовании, кто есть Иисус Христос. Людям не нужно обучаться быть лидерами. Им нужно следовать. В Моем следовании я становлюсь лидером. Бог обучает меня через следование в общении. И это очень важно. Следование очень важно. Иоанна 8-12 опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Я следую за светом». Иудеи следовали за законом 1400 лет и потерпели крах, как народ. Они отказались следовать за тем, кто исполнил закон, «Кто стал концом закона к праведности всякого верующего». Выглядит очень странно. Они следовали за законом, но не следовали за тем, кто заплатил за их грехи и исполнил закон. Женатые пару будут следовать за проблемами, но не следовать за тем, кто решает проблемы. Пастор Шибели позвонил мне сегодня утром из Африки. Он сказал, что в общей сложности в служении в том районе Африки около 600 человек в двух церквах. Это много. Если какой-либо пастор решит оставить пастора Шибели и уехать, то пастор Шибели не будет обращать на это внимание. И я тоже. Мы любим его, но не обращаем на это внимания. В какой-то момент этот пастор перестал следовать за Христом. Следование в общении – замечательная вещь. Иудеи пытались следовать за своей праведностью, своими концепциями, своими идеями. Это делало их гордыми, надменными и обольщенными. Бог обучает нас здесь жизни веры. Путь веры – это путь Слова Божьего. Когда у вас есть Слово Божье, у вас есть вера. Когда у вас есть вера, у вас есть праведность Божья. Мы поверили всем своим сердцем в Иисуса Христа и получили его праведность. Мы не смогли бы получить ее, соблюдая закон. Мы никогда не были вовлечены в соблюдение закона. Много лет назад была одна программа на радио «Британский Израиль». Я думаю, что они получали пожертвования до 75 миллионов долларов в год. Они говорили, что они – единственная церковь в мире. И поэтому все десятины и приношения шли им. И у их лидера было очень много личных проблем. У его сына были серьезные личные проблемы. Он разорвал все отношения со своим отцом и поехал в Тихас. Они верили в соблюдение субботы и постановлений закона. Они смешали учения свидетелей Иеговы и мормонов и дали окраску этому как чему-то новому, и они, что они – единственная церковь на Земле. У них была стратегия. Они выходили в эфир на радио и преподносили проповедь как выпуск новостей. Выпуск новостей. Итак, «Мир завтра». Итак, «Мир завтра». Что же происходит в Англии? Вы читали последние новости со страниц газет во Франции? Говорили они. Они верили, что Англия и Америка – это потерянные десять колен Израиля. Англосаксы – это потерянные десять колен Израиля. И я изучал это некоторые программы, и вот они что говорят. Вот почему мы благословлены сегодня, потому что мы новые иудеи. Проблема в том, что они – исполнители закона. И, несмотря на это, у них намного больше проблем, чем у обычного верующего. Они пытаются стать праведными перед Богом через исполнение закона. Они обучают этому до настоящего времени. Тем же занимаются адвентисты седьмого дня. Есть достаточно замечательных верующих адвентистов, но они ошибаются. Они не понимают благодать. Мы постоянно встречаемся с людьми, у которых нет проблем, кроме проблемы понимания закона и благодати. Они требуют определенные вещи от людей и от самих себя. Эти требования нереалистичны. Они не понимают власть Слова Божьего в их сердцах. Они не понимают путь веры. Одна женщина постоянно наседает на своего мужа и обвиняет его. У нее дух фарисейства. У нее есть раны из ее прошлого. В ее жизни нет благодати и ничего, что может исцелить ее. Она хочет установить очень правильный стиль жизни в своей семье и жизни своего мужа. Но такой брак будет основан на выполнении. Он должен подчиниться ей, чтобы она осталась с ним. Она никогда не была обучена тому, чтобы следовать в общении. Она не знает, как следовать. Я не говорю, что человек перестает быть личностью и царственным священником, имеющим свободную волю. Иисус сказал ученикам Своим до того, как они стали Его учениками, Матфея 4,19 «Следуйте за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей». Иоанна 12,26-27 Иисус говорит «Следуйте за Мной, и там, где Я, будет и Мой служитель». Иоанна 8,12 Он говорит «Следуйте за Мной, и у вас будет свет жизни». «Следуйте за Мной, и у вас будет покой филиппийцам» 4,6-7 «Следуйте за Мной, и берите свой крест на каждый день». Живите вне вашей ветхой греховной природы. Мы следуем за Ним, когда наша ветхая греховная природа остается на кресте. Мы живем Словом веры, которая близко к сердцу нашему, и в устах наших римлянам 10,8. У вас есть сила в исповедании Слова. В Энна 12,42. Впрочем, из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Они были тайными верующими, они не исповедовали свою веру. Мы делаем определенные вещи на собраниях, чтобы ободрить вас исповедовать свою веру. Например, я говорю вам, «Встань и иди». Что вы сделаете? Я исповедую то, что Бог хочет исцелить вас. Вы просто встаете, как тот человек, которому Иисус сказал, «Иди и умойся в купальне Силам». Иисус не обязательно, Иисусу не обязательно было посылать в купальне Силам. Он мог бы просто сказать, «Прозри», но Он послал его в купальне Силам. Почему? Он хотел, чтобы его вера была выражена в действии, а не просто анализировать возможность исцеления. Павел говорит Ефесянам 4.1, «Умоляю вас, перестаньте анализировать и переходите к действиям». Иисус сказал человеку, который не ходил в 38 лет, «Возьми свою постель и ходи». Человек не ходил в 38 лет, и вот он. Кто-то говорит ему, «Встань, возьми постель и иди». Иисус хотел, чтобы его вера была выражена в действии. «Протяни руку твою человеку с высохшей рукой». Он хотел, чтобы человек откликнулся действием на его слово. Это одна из форм исповедания. Исповедание – невероятная вещь, потому что она затрагивает ангельский мир и затрагивает человека, который исповедует слово. Существует язык любви. Муж говорит своей жене, «Дорогая, я люблю тебя. Я без ума от тебя». Это не язык любви. Это сентиментальное сообщение. А когда муж действительно хочет сказать о любви своей жене или своему ребенку, он сделает это из своего сердца. Иисус говорит, «Слово веры в вашем сердце». Не нужно восходить на небо. Не нужно спускаться в бездну. Это слово в вашем сердце. Другими словами, Иисус говорит, «У вас есть все, что нужно». Слово веры в ваших сердцах. Теперь я хочу, чтобы вы перешли от сердца к устам и исповедовали слово устами и действиями. Римлянам 10.10. Потому что сердцем верует к праведности. Итак, сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Я верю, что слово Божье во мне. но исповедание происходит устами. Я должен исповедовать то, во что я верю. Если я говорю и если я верю во что-то, я исповедую это. Если вы верите во что-то, исповедуйте это. если я верю, что Бог любит меня, я буду исповедовать это. Исповедуйте, что Бог любит вас. Забудьте все то, через что вы прошли в течение этого дня. Просто исповедуйте, что Бог любит вас. исповедуйте вашу праведность, исходя из вашей веры, а не ваших дел. Вы праведны. Исповедуйте это. Исповедуйте, что Бог ваша праведность, а вы в нем. Христос ваша праведность. Мне жаль динаминации. Они замечательные и стойкие верующие. Они верят в позиционную истину, но они боятся исповедовать ее правильным образом с кафедры. Они могут сказать хорошую проповедь, но они боятся исповедовать позиционную истину. Понять завершенную работу Христа можно лишь только в том случае, если верующий будет следовать. Мне нравится следовать за Христом. Это первое. Второе. Мне нравится следовать за дисциплиной. Мне нравится быть дисциплинированным. Мне нравится приходить на молитву каждое утро. Это не работа. Это замечательно. Это не дела. Это замечательная мотивация. я просто иду в молитве к Богу. Это весело. Проблема Америки, чтобы иметь следование, чтобы следовать. люди не обучаются этому. Люди переезжают сюда, чтобы учиться в библейском колледже. Есть гарантия, что Бог распнет их плоть, когда они приедут сюда. вы приезжаете сюда, в высшее учебное заведение Бога, где обучаются и упражняются люди для того, чтобы оставшуюся жизнь предносить плод в Иисусе Христе. Бог будет проводить определенные вещи, чтобы распять их плоть. Некоторые из них начнут пропускать собрания в церкви. Другие живут в отступничестве. Третьи начинают воевать со своими женами. Цель нахождения здесь распятия плоти и обучение нового человека. Здесь для них становится ясным сораспятие со Христом, принятие ретроактивной истины. Вы здесь, чтобы быть обученными пути креста и следовать за Христом через крест. Вы бросаете все из-за возникающих финансовых проблем. Вы не бросаете все из-за возникающих финансовых проблем. Вы становитесь креативными через Слово Божьего в ваших сердцах и находите путь, как преодолеть трудности. Вы здесь не для того, чтобы сдаться и уйти. Вы здесь для того, чтобы принять от Христа, как слышать, с небес и следовать за Ним. Не будет такой области в вашей жизни, которая не была бы испытана в вашем следовании за Христом. Я могу написать на листе восемь проблем, на бумаге, улыбнуться им и сказать, эти вещи не представляют никакого труда для Иисуса Христа. Затем вы позволяете благодати успокоить ваше сердце. кто-то сказал мне, я больше не с вами, но в другом месте. Я знаю, что это Божья воля из-за того, что Он благословляет меня. Это не показатель Божьей воли. Ничего страшного, если люди идут в другую церковь, благословит их Бог. Я ничего не хочу сказать о них. Принцип в том, что люди знают, что они совершенные воли Бога из-за того, что Бог благословляет их. Они не говорят, что они там для потерянных душ. Они не говорят, что они служат людям. Они говорят, я в Божьей воле, потому что Бог благословляет меня. Это не дает мне уверенность, что это Божья воля. Иов был благословен в начале и был в совершенной воле Бога. Слово веры в наших сердцах. Мне нравится, что вы, мужи и дамы Божьи, понимаете, что в ваших сердцах заключена невероятная сила. Она прямо в вашем сердце. Вы понимаете, какая власть в вашем сердце. И это не то, какой вы хороший, или какие дела вы сделали в вашей плоте. В вашем сердце невероятный потенциал и сила в вашем сердце. Далее я хочу произвести для вас экзегетику нескольких стихов. Римлянам 10 глава 8 стих. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твои и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедует. Есть близко эсти эггус глагол настоящего времени активного залога изъявительного наклонения глагол места нахождения. Слово в устах твоих это существительное единственного числа дательного потежа слово находится прямо в ваших устах. В предлог сердца кардия твоем соу. Это слово веры имеющее определенный артикль что говорит о единственной вере. Веры это пистос существительного единственного числа женского рода родительного падежа. Проповедуем глагол настоящего времени активного залога изъявительного наклонения. Слово настоящей веры рядом с вами. Оно в вашем сердце оно является в действии через ваши уста это слово веры дающие вам праведность вне закона праведность не отдел. в общем Павел говорит вам не нужно устанавливать свою праведность ибо если устами твоими вы исповедуете Господа с помощью своих уст слово веры в ваших устах и вы исповедуете его своими устами устами веры уста стома становится инструментом где вы постоянно выражаете праведность веры ваши уста постоянно исповедуют праведность от веры от единственной веры это даже больше чем исповедание праведности от веры это значит что в каждом разговоре в каждой проблеме в каждом браке в каждой нужде в каждом обстоятельстве ваши уста исповедуют принцип веры у вас есть праведность праведность от веры во всех областях вашей жизни вы исповедуете принципы веры и праведности которая пришла к вам через веру. Вы передаете жизнь благодати другим, и ваши уста постоянно говорят хорошие и назидательные вещи. В отношении спасения, исповедовать, это аурист активного залога сослагательного наклонения. Будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, аурист активного залога сослагательного наклонения. Сослагательное наклонение вы можете верить, а можете и не верить, но вы сможете, если захотите. Вы произведете действие веры в определенный момент времени в вашем сердце в отношении того, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, что исповедание ваших уст ведет ко спасению. Что Бог воскресил его из мертвых, аурист, активного залога, изъявительного наклонения, то спасешься, глагол будущего времени, пассивного залога, изъявительного наклонения. Вы спасены прямо сейчас, но и будете спасены навсегда. В центре этой мысли и Евангелия – воскресение Иисуса Христа. Спасение – исповедание Иисуса Христа Господом и вера в сердце в воскресение Христа. Вера идет перед исповеданием. Недостаток в исповедании показывает недостаток веры. Исповедание происходит в отношении Бога, а вера – в сердце в отношении человека. Это местописание говорит нам не только о спасении в жизнь вечную, но также говорит нам об избавлении в практической жизни от мира, от зла, от греха. Спасение в вечность – это вечное спасение. Спасение в практической жизни – это спасение или избавление от зла. Мы спасены вечным спасением по благодати через веру, но также мы избавляемые на каждый день от искушений в жизни. Ибо Писание говорит, одиннадцатый стих, «Всякие верующие в него не постыдятся». Это цитата из Исаии 28.16. Здесь ничего не сказано о законе, но все вера. Верующий никогда не постыдится. Это вера. Вера. Итак. Принцип следования за Богом в общении. В моем сердце есть Слово. Я спасен. Из-за того, что я верю всем своим сердцем, я исповедую. У меня есть вечная жизнь, и я рожден свыше. Теперь у меня есть Божья природа и характер, явленные моему сердцу через Писание. Многие люди не отваживаются начать исповедовать Слово веры. Например, что их брак будет самым лучшим в мире. Они не исповедуют это, потому что они не верят в это. Почему они не верят? Потому что они никогда не видели правильного поведения от своего партнера. Они просто не верят, что они могут измениться. Просто поверь, что Бог силен и полон благодати и любви, и что Его желание для вас, чтобы у вас был самый лучший в мире брак, поверив в это, исповедуя это в молитве, исповедуя это по телефону, исповедуете в разговорах с друзьями. То же самое в отношении к деньгам. Начинайте исповедовать позитивные вещи всегда, когда вы начинаете говорить об этом. «Исповедуйте, как должно быть, а должно быть хорошо». Пастор в нашем служении постоянно исповедует Слово веры. Мне нравится это. Мне нравится это. Такие вещи подключают нас к питанию, к силе. Что бы ни происходило, мы начинаем исповедание принципа веры и праведности по вере во всякой области жизни. Я читал книгу об одной женщине, которая написала ее, находясь в постели. Ей было около 80 лет. Она стала исповедовать, что она будет исцелена. Она верила в буквальное исцеление. Ничего не менялось. Через полтора года она продолжала находиться в кровати. Больная и слабая. Но у нее всегда было позитивное отношение к вере. Она цитировала ли Псалом 90, Псалом 83, Псалом 36. Однажды ее сын приехал навестить ее, и она смогла встать. Она встала. И чудным образом была исцелена. Прошло три года. Она просто исповедовала силу Божью, никогда не сдаваясь и никогда не меняя своего исповедания. Каждый день она исповедовала победу. И через три года Бог сделал это. Я говорю сегодня о принципе праведности через веру, которая спасла нас. Также я говорю сегодня о праведности через веру, которая избавляет нас с практической жизни. Перестаньте жить жизнью самостимуляции, самобезопасности, самообороны, самоанализа. Перейдите к действию веры. Слово веры в ваших устах. Неважно, какая тьма, исповедуйте рассвет. Просто исповедуйте. Это нравится Богу. Вы посылаете резонанс в атмосферу. Этот резонанс будет звучать вечно. Всякое слово веры, сказанное вами, до сих пор путешествует в атмосфере. Меня не удивит, что люди станут позитивными, когда дьявол отойдет на мгновение от дел. Вместо постоянных упреков и недовольства у нас не получится, мы не сможем. Ты не сделал то, ты не сделал это. Ты должен быть подотчетным. Представьте себе, а как насчет того, что Бог сделает человека подотчетным? У Бога получится это намного лучше, когда вы посторонитесь. А как насчет исповедания других вещей в доме? Бог велик, Бог благ, Бог любит, Бог сострадателен, Бог прощает, Бог силен, Бог есть свет, Бог есть мир, Бог есть радость, Бог замечательный, Бог есть ответ, Бог решение моих проблем. Он в моем сердце, ого, ого, ого. Это все исходит из моих уст. Как насчет такого резонанса в моем доме? Вы будете шокированы. Часто бывает, что у верующего одна жизнь в церкви, другая на работе, а третья дома. Я не помню, когда я спорил со своей женой, кроме сегодняшнего утра. Я просто стираю все из памяти. Серьезно, перед Богом. Я не помню. Уверен, что она помнит, но я нет. Мне нравится самозабвение во Христе. Итак, я думаю, пора завершать. Иоаннафан забыл о себе, когда отдал царство Давиду. Первое царство 23.17. Мимфивосфей забыл о своих владениях, думая о Давиде. Второе царство 19.30. Исаак забыл о себе, исполняя волю своего отца. Бытие 22.7. Наиминь забыла о себе в поисках своего потерянного наследия для Руфи. Руфь 3.1.5. Девочка, взятая в плен, забыла о своем плене и в размышлении о своем прокаженном хозяине. Четвертое царство 5.3. Сильные Давида забыли об опасности, когда прорвались через стан хелестимлян, чтобы потерпнуть воды для своего наставника. Второе царство 23.16. Апостол Павел и Варнава забыли про себя в любви Божией, чтобы стать миссионерами. Упражнение в самоотверженности одно, а отвергнуть себя другое. Первое, я отвергаю некоторые вещи для себя. Второе, я отвергаюсь самого себя. Мне нравится это. Я буду жить в самоотверженности, как пастор, думая, что я духовный, одеваясь во вретище. Я думаю, что это означает смирение. Такой образ представили мне люди, когда я принял Христа. Я так и не понял, в чем же здесь смысл. Отвержение себя относится к тому, что у меня есть сила воскресения и праведность через веру. Отец распусти нас во имя Иисуса. Аминь. Спасибо.